всем привет сегодня хочу вам показать как можно слепить из мастики без проволоки шикарную розу максимально реалистичную для этого нам понадобится мастика принцесса она подходит она изначально предназначена для лепки фигурок она очень плотная быстро застывает и идеально подходит для лепки разных цветов нужно слегка размять мастику если она вам покажется слишком твердо вы можете ее немножко размягчить микроволновки буквально одну-две секунды она будет мягкая но главное не переборщите потому что она очень сильно плавится далее нам нужно раскатать очень тонко мастику максимально тонко сколько у вас получится затем берем круглые вырубки по размеру с нашим молдом лепестка роз и вырезаем кругляшки этим кругляшкам нужно будет обязательно придать текстуру лепестка розы для этого мы сначала волним края делаем их максимально тонкими потому что лепесток у роза он очень тонкий изгибается в разные стороны и затем уже этот подготовленный кругляшок уже кладем в молд вот такой специальные с прожилками что была текстура лепестка розы и придаем ему нужную форму и нужную текстуру все это нам нужно проделать со всеми лепестками для одного цветка общей совокупности лепестков нам понадобится для одной средней розы порядка 14 15 16 штук итак лепестки наши готовы теперь нам нужно сделать основу цветка нужно слепить из мастики вот такой конус с острым кончиком начинаем с первого лепестка оборачиваем вокруг конуса обязательно чтобы этот наш пик не был виден и был спрятан внутри на лепесток до конца не закрываем в первый лепесток вкладываем второй так чтобы первый захватывал второй и тем самым нам нужно выложить еще два лепестка то есть в первом первый слой нас будет состоять из четырех лепестков где каждый предыдущий лепесток захватывает последующий обязательно все в конце закрепляем сглаживаем чтобы лепестки не отходили здесь очень важно сглаживать лепесток только снизу не приклеивайте его посередке чтобы он как бы оставался на весу тем самым лепесток будет как можно более реалистичным обязательно волним края придаем форму если у вас где-то лепесток у края треснул или порвался ничего страшного это даже хорошо потому что лепестки в природе не бывает идеально они все бывают где-то потрескавшиеся где-то порезанные и так далее теперь делаем второй слой точно по такому же принципу захватывает первый второй и каждый предыдущий захватывает последующий старайтесь чтобы лепесток был приклеен только снизу не клейте не посередке не сверху потому что тогда у вас получится очень некрасивый абсолютно нереалистичный цветок если вы заметили у розы все лепестки максимально отодвинуты назад то есть открытые раскрыты то же самое нам нужно сделать и с нашим цветком на второй ряд у нас уже уходит пять лепестков на один больше чем первый аккуратно снизу все скрепляем придаем форму волне если вам где-то показала что слой толстый немножко пальцами можно прижать вот где порвалось это ничего страшного это очень даже хорошо и красиво и продолжаем сборку нашего цветка далее нам нужно сделать третий слой он будет уже расположен чуть выше чем предыдущие слои для третьего слоя у меня осталось 6 лепестков и я решила их пустить полностью здесь уже лепесток расположен выше он должен быть обязательно выше не уходить вниз иначе цветок получится неестественным эти лепестки они как можно больше открыты и они как можно меньше уже соприкасаются с последующими то есть подальше расположен расположены друг от друга делаем все то же самое располагаем их по очереди и потом в конце уже волним края придаем нужную форму и сгибаем так как нам хотелось бы обязательно скрепляем все снизу чтобы лепестки у нас не отвалились и наш цветок полностью готов осталось теперь срезать ножку цветка вставить туда шпажку и этой шпажкой мы можем ставить цветок уже в сам торт очень удобно без проволоки быстро легко и получается очень реалистичный настоящий красивый цветочек вы можете сделать цветок побольше можете сделать его поменьше можете добавить больше лепестков можете придать им другую форму здесь уже ваш полет фантазии как вам нравится так и можете творить если вы хотите добавить четвертый ряд и чтобы последующие лепестки уже с четвертого ряда были более раскрытые тогда нужно уже делать их на проволоке с помощью которой вы сможете раскрыть цветок по максимуму и они будут держаться надеюсь это видео вам понравилось всем пока до новых встреч